В карте универсия есть у вас на 60-х тренировках? Нет, такой аргумент. Как правильно? Runways. Беговая база. По-русски. По платной тренировке, если заходить, готовиться либо уже конкретно с тренером индивидуально. А сколько составляет марафон у нас? 42-195. 42-195. Я даже в армии так не говорю. Если вы не профессиональный спортсмен и желаете им стать, то вам нужна база Runways. Отправляешься в Runways и делаешь из себя атланта. Атлета. Человека, на которого будут смотреть это на пляже. Правильно сказать? Да. Я принесу вам опыт. Размеровый какой у вас? 40 посты. 40 посты. Ладно, 44. 44. Хорошо. Кроссовки. Алина, подскажи нам, пожалуйста, их название этих кроссовок. Pure Boost DPR. Я не выговорю это слово, это точно. Pure Boost DPR. Модель 2018 года, да? Да. Поэтому мы их и даем для теста. Оригинальная подошва, оригинальные кроссовки. Вязаный материал, в принципе, это биггалая модель, да? И она может использоваться для осени. Такое. Некоторые биггают и даже зимой. Ну что, можно начинать? Да. Конечно можно. Переагивайте, пожалуйста. Данные кроссовки стоят 10 990. Одиннадцать тысяч россий. Если переводить долларовый эквивалент, это составляет где-то порядка почти десяти паксов. Собирайтесь с даза не отходить далеко. Да? Пусть держимся в районе подпорочной. Начинаем с шага, потом постепенно будет увеличиваться до комфорта. Значит, буду снимать сначала стопу, потом боку, технику бегать. Между нами дорогу. А вот теперь не держитесь. Ранее. Не стыдливайся. Потом стопы стататься. Как раз создано для городского бега по ровной поверхности. Мне нужно покупать именно кроссовки. Название еще раз. Pure Boost DPR. Я не повторю это точно. Смотрите, учитывайте то, что в этих кроссовках у вас будет укрепляться еще и стопа. Ваша стопа стабилизирует звучат шириной подошвы. То есть мне нужно бегать десять километров снять. Можно, конечно. Я парень подготовленный. Да, да, да. Особенно вообще делайте управляющие упражнения на стопу. Есть замечательное простое упражнение подъемы на носочки. Так, когда становимся, стопы вместе. Считаем до десяти. Медленно поднимаемся вверх максимально. Вот так, да? Да. И считаем до десяти. Медленно опускаемся вверх. Запоминайте, записывайте, передавайте друг другу и укрепляйте мышцы стопы. Первое, что мы определяли, это степень пронации. То есть пронация, это у нас механизм амортизации стопы. Когда вы ставите стопу, да? Она ставится изначально у вас на внешнюю часть. Да. Затем переходит на полную. И в этот момент происходит амортизация за счет свода стопы вашего. Ага. То есть, если свод стопы ослаблен, он может частично или полностью раскрываться, и стопа заваливается в одну. Ну, такое не надо. Это называется гиперпронация. То есть, второй тип пронации, это у нас гипопронация, когда стопа уходит на внешнюю часть, да? Свод стопы бывает зачастую перенапряженным. Мне кажется, здесь в этих словах очень много лопения. Гипер, гипопронация. Это, наверное, все оттуда от лопения. Ну, я слушаю, интересно. И третий тип, это нейтральное. Собственно, когда у нас никуда, стопа не заваливается, да? То есть, стопа работает так, как нужно. Находим момент вы переносите вес полностью на одну сторону. из ног, в данном случае левая. Чертим угол ахиллова сухожилия. Центр кроссовки. То есть, угол нейтральной пронации у нас 90 градусов. Отклонение в ту или иную сторону на 3 градуса тоже потральное. В вашем случае 91 градус. Все замечательно у вас нейтральное. Я лучше. На левой. На левой. Давайте посмотрим вправо. Видите, при беге вы разворачиваете стопы. Вот. Поэтому мне пришлось поворачивать камеру. Ужасно интересно стало. Отклонение на 4 градуса. То есть, в общем и целом, вы еще попадаете в диапазон нейтральной пронации. Здравствуйте. Здравствуйте. А бегать можно? После того, как я завершу тестирование, да, примерно придется ждать час. Правильный пацан делает в лизере 3 градуса отклонение правая нога. Левая 1 градус. То есть, завидуйте и бегайте. А, техника бега еще. Техника бега еще, да. Бешеная черепаха. Кроссовки для длительных пробежек, да, ультрабуст. То есть, не подходят прям, у нас некоторые даже марафон бегали между прочим у них. И это долговечная обувь. За счет чего? Допустим, зимняя модель. Буст. Материал подошва, да, который достаточно упругий, прочный, не влияет на него практически температурный режим. Подошва, заметьте, континенталь. Улучшает сцепление с поверхностью. Континенталь. Подошва, континенталь. Я, честно говоря, не видел такого никогда. Я думал только машина может ездить на континенталь. Ну, если вы машина, даже если вы не машина, вы можете ходить. Это лучшая резина. Это лучшая резина. Да. Буст чем еще уникален? Тем, что у него пробег, да, и износостойкость повышена. То есть, пробег 1300 километров. Подожди, подожди. Вы слышали вообще вот этот пробег у кроссовок 1300 километров? Скажите мне, какая машина может похвастаться таким пробегом? Нет. Тут кроссовки с пробегом рассчитаны на 1300 километров. 1300 километров. 1300 километров. Я в них уже набегала более 2000 километров и они сохраняют свою амортизацию. А откуда ты знаешь, что ты набегала 2000 километров? У меня есть замечательное приложение Rantastic, с которым я бегаю, да, и контролирую свой износ кроссовок, контролирую свой темп. И смотрю вообще, да, сколько там мои друзья также пробежали до месяца. Напоминаю, напоминаю, что можно... Это тренер. Поэтому то, что я лично слышал тренер, это Алина. То, что я лично сейчас здесь слышу, для меня это вообще новость на самом деле. Континенталь, то есть пробег и там... Рантастик. Рантастик, и износостойкость. Для меня это все новость. Чтобы бегать в этих кроссовках, допустим, может 1300 километров. Дальше вы можете их оставить ходить. Они станут просто чуть-чуть жестче. Значит, при беге положение головы должно быть прямо. Для чего это делается? Чтобы не затруднять дыхание и не напрягать мышцы шеи, да? У вас здесь 84. Максимальное отведение, да? Все замечательно, но поменьше. Он не должен меняться. Он не должен меняться, а я его поменял. А вы его поменяли. Что у нас в этот момент сработало? Бицепс, трицепс, плечи. И вы уже сможете пробежать меньше, чем могли бы. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok